Тайна сна не первое столетие волнует все человечество. Изучая эту загадку науке удалось сорвать покров тайны с его самого занимательного спутника сновидений. Познакомившись с современными представлениями о природе сна, специалисты университетской клиники Казань смогли всецело отдаться миру ночных картин. На сегодняшний день каждому известно, что сновидения посещают нас в состоянии быстрого сна. Но почему же они возникают? Ответ на этот вопрос ищут и специалисты университетской клиники Казань. Сомнологией в нашей клинике мы занимаемся с 2002 года. В 2002 году впервые клиника закупила аппарат, который называется полисонограмм, что дало нам возможность обследовать ночной сон и, соответственно, все, что происходит во сне. Либо какие-то патологические процессы, либо нарушения сна, нарушения дыхания. То есть вот это вот все обследуется во время ночного сна. Как отмечает сомнолог университетской клиники, проблемами со сном чаще всего страдают жители больших городов. Так называемому сонному недугу предрасположены и студенты, которым особенно часто приходится поздно ложиться и рано вставать, а стресс становится чем-то привычным. Казалось бы, за прошедшие каникулы многим удалось отдохнуть и хорошо выспаться. Однако с наступлением трудовых путней наш организм снова принимает угрозу сонного недуга. К сожалению, пока молодые, пока студенты не задумываются над этим. Хочется и отдохнуть, какие-то ночные клубы, ночная жизнь. Потом утром встать, нужно идти на занятия и заниматься нужно. А потом, впоследствии, это приводит к нарушениям сна тяжелым. Уже через какое-то время сбивается нормальный режим сна у человека. И они уже годами ходят и лечатся от нарушений сна, от бессонницы. Многим может показаться, что решение проблем со сном состоит в здоровом восьмичасовом сне. Однако, правильно ли утверждать, что человеку для хорошего самочувствия достаточно восемь часов? Вопрос по-прежнему остается открытым. Восьмичасовой, семи-восьмичасовой сон – это средняя популяция взята. В среднем проводились исследования, что средняя сонная популяция – семь-восемь часов. Это, как говорят, средняя температура по больнице. То есть это просто такие средние цифры. Кому-то есть короткоспящие люди, которым достаточно 3-4 часа сна. Есть долгоспящие, которым нужно спать и 8, и 9, и 10 часов. В университетскую клинику «Казань» очень часто приходят пациенты с нарушениями дыхания во сне. Им может сниться, что их кто-то душит, что они не могут задохнуть. Стоит обратить внимание, что наши сны ни в коем случае не запрограммированы против нас. Скорее наоборот. Например, проведенные университетской клиникой «Казань» исследования еще раз наглядно доказывают, что во сне невозможно что-либо внушить человеку, за исключением информации, полученной днем, которое ложится в долговременную память только при наличии полноценного сна. Поэтому, когда студенты в ночь перед экзаменами не спят и учат билеты, они скоро их забывают. А чтобы хорошо сдать экзамен, просто необходимо хорошо выспаться. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюс.